Здравствуйте друзья! В этом видео героем обзора будет еще одна термоголовка от известного бренда экосистемы Tuya Smart Moes. Исходя из опыта прошлых обзоров таких гаджетов, в самом начале скажу о нескольких моментах. Такие устройства устанавливаются на радиаторах отопления, то есть непосредственно в тех помещениях, где и происходит нагрев. Поэтому термоголовки оснащены датчиками температуры воздуха. Их не ставят рядами на распределительные гребенки от централизованного отопления, вроде водяных теплых полов. Это бессмысленно и дорого. Для гребенок используют намного более дешевые электромеханические головки, которые управляются многоканальными реле, по данным с датчиков температуры в установленных комнатах. Надеюсь, что этот вопрос снят. Поэтому теперь перехожу к теме обзора. Но перед тем как начать, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого ранее. Тип устройства управляемая термоголовка. Управление сенсорный экран. Интерфейс ZigBee 3.0. Экосистема Tuya Smart Smart Life. Питание 2 элемента 2А 1.5 вольта. Тип крепления М30. Переходников в комплекте 6. Точность датчика температуры 0.5 градуса Цельсия. Температурный коридор от 5 до 45 градусов Цельсия. Отображаемая текущая температура от 0 до 70 градусов Цельсия. Погрешность таймера времени менее 1%. Степень защиты IP20. Термоголовка поставляется в коробке с прозрачным окошком, так что сразу видно все содержимое. В целом упаковка очень добротная, что не часто встречается у устройств из экосистемы Tuya Smart. Судя по фото на коробке, термоголовки выпускаются в трех цветах. Белый, такой рассмотрен в обзоре, серый и черный. В продаже мне попадались только белый и черный. В комплекте поставки кроме самой термоголовки имеется еще набор из 6 переходников, позволяющих устанавливать ее на термоклапаны всех самых распространенных производителей и инструкция. Как я уже упомянул, у этой термоголовки, впрочем как у подавляющего большинства других, штатное крепление резьбовое М30. Входящие в комплект переходники позволяют ее также устанавливать на клапаны стандартов RA, RAV, RAV, COMAP, T+, A и Герц. В инструкции, она на английском, проиллюстрированы все варианты креплений и способы использования переходников. Есть и схема установки элементов питания и самой термоголовки. Также подробно расписаны все режимы работы и назначения элементов управления и индикации, так что рекомендую с ней внимательно ознакомиться, благо она совсем небольшая. Эта модель имеет форму сужающегося к центру бочонка. На дальней от радиатора части есть отверстие, через которое выведен датчик температуры. В целом, на радиаторе смотрится неплохо и органично. Боковая часть это сенсорный экран, который большую часть времени не активен с целью экономии заряда элементов питания. Для того, чтобы можно было определить его ориентацию, в его нижней части, на этом фотоэкран вверх ногами, есть изображение домика, это сенсорная кнопка, которая активирует экран. С другой стороны резьбовое крепление, этой стороной устройство подключается к термоклапану и при помощи движущегося штока регулирует подачу теплоносителя. Особенностью конструкции этой термоголовки является то, что отсек для батареек находится как раз со стороны крепления к термоклапану. Металлическая крышка отсека выполняет и роль контакта между элементами питания, соединенными последовательно. Небольшой пластиковый рычажок удерживает саму пластину. Честно говоря, конструкция кажется мне не очень надежной. Просто сделать крышку сбоку и стандартный отсек с пружинными контактами было бы практичнее, но тогда пострадал бы дизайн, корпус был бы не монолитный. Еще один момент касаемо элементов питания. Их суммарное напряжение должно быть 3 вольта, так и происходит при использовании батареек или литиевых аккумуляторов, напряжение которых 1,5 вольта у каждого. Стандартное напряжение никелевых аккумуляторов 1,2 вольта, что в сумме дает всего 2,4. Поэтому головка будет считать, что элементы питания необходимо заменить. Специально для наглядности я в свое время приобрел термоклапан Danfoss стандарт RA. На его примере рассмотрим порядок монтажа термоголовки. Сначала на сам термоклапан нужно установить соответствующий переходник, в моем случае он закрепляется при помощи комплектного винта. Затем снимается крышка с гайкой М30, кстати гайка металлическая и это большой плюс, она гораздо надежнее пластмассовой. И отдельно, без термоголовки, установить ее на термоклапан. Далее в термоголовку устанавливаются элементы питания, после чего нужно нажать на кнопку с изображением домика. Это запустит двигатель, который полностью втянет шток нажимателя, на экране при этом будет отображаться мигающий код F1. Когда он перестанет мигать, это значит, что шток втянут полностью. Совмещаем указатель на корпусе термоголовки со стрелочкой на внутренней стороне крышки и слегка повернув ее, фиксируем на месте. Затем снова нажимаем на домик, запуская процесс калибровки двигателя. При этом на экране отображается код F2. После его завершения термоголовка готова к работе. Принцип действия заключается в том, что выдвигая и задвигая шток, устройство через термоклапан регулирует поток теплоносителя в радиаторе для достижения заданной температуры воздуха, измерение которого происходит при помощи встроенного датчика. Индикация и ручное управление работает даже без подключения к ZigBee шлюзу или альтернативному координатору и связи с системой управления умным домом. Это не так удобно, но возможно, используя три сенсорные кнопки, плюс-минус и домик и данные с экрана. Если заданная целевая температура ниже, чем фактическая температура воздуха, то термоголовка перекрывает клапан. Благодаря этому достигается экономия, очень заметная при использовании индивидуального счетчика тепла. У меня такие оголовки полностью окупаются за один сезон. Установка целевой температуры, переключение режима работы, подробное описание каждого из них есть в инструкции и чуть дальше расскажу про них подробнее, осуществляется сенсорными кнопками. Если температура воздуха ниже целевой, то термоголовка открывает клапан, что приводит к нагреву радиатора в отопление. Сам процесс регулировки степени открытия, его логика, зашиты в самой термоголовке. Задача пользователя только задать режим и желаемую температуру воздуха. Кроме ручного режима, есть автоматический, в котором можно задать разные температуры, в зависимости от времени суток и дней недели. Для будних это будет одно расписание, для выходных другое. Но все намного удобнее и проще делать через систему управления умным домом, подключить которое устройство можно через ZigBee шлюз. Для запуска режима сопряжения на термоголовке, нужно нажать и удерживать кнопку минус, пока не начнет мигать символ беспроводной сети. Начнем как всегда с родной системы управления Tuya Smart. Все то же самое актуально и для ее клона Smart Life. В качестве ZigBee шлюза я использую Ethernet версию от Moes. Заходим в плагин шлюза, выбираем подключение дочернего устройства и нажимаем кнопку LED уже мерцает. В течение примерно минуты шлюз обнаружит и подключит устройство. Все, включая изображение термоголовки, определяется корректно. Термоголовка будет отображаться и в списке дочерних устройств шлюза, к которому она подключена, и в общем списке устройств системы. При использовании нескольких шлюзов, все подключенные к ним термоголовки будут тут в одном списке. Плагин устройства довольно просто и интуитивно понятен. В центре окна отображается текущая температура, правее сверху целевая, то есть та, которую должна достичь и поддерживать термоголовка. Ниже список режимов работы. Автоматически меняет температурные настройки в зависимости от времени дней недели. Ручной режим работает по заданным параметрам постоянно. Временный ручной режим работает по заданным параметрам только до начала нового временного периода, после чего работает по условиям автоматического режима. Режим праздники нужен для поддержания постоянной заданной температуры во время отсутствия. По нажатию на окно целевой температуры запускается режим ее установки, шаг 1 градус, для бытовых целей этого более чем достаточно, выбираем и подтверждаем. В нижней части окна плагина, кроме исторического графика, есть режим недельной программы для автоматического режима, тут устанавливается температура в зависимости от временных периодов и дней недели. В настройках есть ряд полезных опций, детский замок в этом режиме нельзя управлять при помощи кнопок, вручную его можно снять или поставить удерживанием плюс и минус одновременно в течении 3 секунд. Проверка окна, в этом режиме при резком падении температуры будет определяться открытие окна. Режим быстрого нагрева это принудительное полное открытие клапана, затем следует опция настройки продолжительности этого режима в секундах. Следующая опция это статус штока клапана. Далее режим локальной корректировки, позволяющий синхронизировать температуру на термоголовке с фактической, изменяется в пределах от минус 9 до 9, по умолчанию минус 2 градуса Цельсия. Следующая опция это включение и настройка температуры эко режима. И последняя это настройка интервала целевой температуры. В общем меню устройства указано в каких системах управления она поддерживается, правда в своем Google Assistant я ее так и не нашел. Есть различные системные данные и опция проверки обновления прошивки, установлена последняя версия. Отсюда же можно удалить устройство из системы и сбросить его в заводские настройки. Герой обзора можно и нужно использовать в автоматизациях. Он может являться триггером или условием, тут есть около 20 опций. Правда далеко не все из них вам реально могут пригодиться. Из интересного и полезного что можно использовать значение текущей температуры измеренной термоголовкой, режим определения и состояние окна, например понижать целевую температуру при открытом окне. Можно настроить отправку уведомлений при понижении уровня заряда элемента питания, отслеживать фактический статус штока и текущий режим работы и так далее, простор для фантазии тут довольно большой. И конечно же при помощи автоматизации можно управлять термоголовкой и опции тут не меньше чем для раздела триггеровых условий. Можно менять режим работы, например переключать авто и праздники, устанавливать целевую температуру и активировать режим быстрого нагрева в зависимости от сработавшего триггера, того же открытого или закрытого окна. Можно включать и отключать детский замок, например в то время когда никого из взрослых нет дома. Можно менять длительность быстрого нагрева, есть даже опция установки положения штока, подробнее не чуть далее. Еще добавлю сюда возможность установки локальной калибровки температуры, напомню она варьируется от минус с 9 до 9 градусов. Правда автоматизации Tuya Smart не позволяют создавать формулы, например чтобы рассчитать разницу между температурами комнатного датчика и термоголовки и ввести ее как корректировку. Насчет установки положения штока, для проверки этой опции я пытался установить желаемое положение при помощи созданного сценария. Несмотря на то что его запуск проходил с точки зрения системы корректно, фактически никаких изменений не было. Шток продолжал оставаться на месте, его статус в приложении также не менялся. В Home Assistant устройство можно интегрировать несколькими методами. Начнем с штатной интеграции Tuya, которая работает через облако. После разовой настройки все новые устройства будут появляться тут автоматически, и термоголовка не исключение. Причем тут довольно много опций, в принципе достаточно для полноценной работы. Есть даже уровень заряда элементов питания, из того чего явно не хватает, я не нашел опции локальной калибровки температуры. Управление работает, можно устанавливать и режим работы и целевую температуру. Главное достоинство этого метода, он работает одновременно с базовым приложением Tuya Smart, недостаток, зависимость от интернета и облаков. Есть возможность управлять устройством и независимо от интернет, отключив или изначально не подключая к шлюзу Tuya, а используя универсальный ZigBee координатор, в виде USB стика или с управлением по сети. Начну я с штатной для Home Assistant интеграции ZHA. Хорошая новость для пользователей ZHA, термоголовка распознается и может использоваться таким способом. Не сильно хорошая новость, опций тут минимум. Базовая сущность термостат и некий безликий свитч. Я точно не смог определить к какому из режимов он относится. Появилась и опция уровня заряда батареи. Вот так выглядит управление этим термостатом, есть целевая и заданная температура, текущий режим работы и пресет. Пресет определяет характер работы термоголовки, ручной, отсутствие дома, расписание, эко, режим быстрого нагрева и временный ручной. Возвращаясь к уровню заряда батареи, за 4 часа он так и не обновился, значение осталось неизвестным. Я лично в своей рабочей конфигурации использую ZigBee MQTT и каждый раз сравнивая ее функциональность с ZHA, убеждаюсь в правильности своего выбора. Актуальна на момент обзора версия 1.28.2. Для пользователей ZigBee MQTT тоже хорошая новость, устройство официально поддерживается и подключается без необходимости установки внешних конвертеров. Что интересно, хотя это устройство относится как о системе TUYA, ZigBee MQTT в качестве производителя указан Moes. При том, что большинство устройств от других производителей в одном общем разделе TUYA. Как я и говорил, Moes это известный, проверенный и весьма неплохой производитель. Как и другие гаджеты, работающие от автономного питания, батареек или аккумуляторов, термоголовка является конечным устройством, то есть уходит в спящий режим. По нажатию на номер модели, который является ссылкой, можно попасть на его страницу, созданную на сайте ZigBee MQTT. Тут находится описание его функций, кроме этого для различных устройств могут быть дополнительные специальные настройки, так что изучение этого описания лишним не будет. Сравнивая с функциональностью ZHA, опций тут в несколько раз больше, полная функциональность как и в родной системе. Данные уровни заряда прилетели практически сразу, сверху видно, что еще даже не успел отключиться режим JOIN. Итак, что тут нашлось. Уровень заряда, управление детским замком, блокирующим физические клавиши, управление и установка температуры эко режима. Далее установка диапазона целевой температуры, состояние термоклапана открыто-закрыто и положение штока, режим определения и статус окна. Текущая температура воздуха измеренная термоголовка и ее целевое значение, которое нужно поддерживать. Значение калибровки, режим работы и состояния. Далее следует выбор режима работы. Тут все то же самое, что мы рассмотрели в приложении Tuya Smart. В строке ввода программного режима задаются параметры работы для каждого из четырех временных периодов в зависимости от дней недели. По сути можно разово задать эти настройки и далее устройство будет работать независимо от системы управления. В конце находятся опции режима быстрого нагрева, включения и выключения, установка длительности и таймер его работы. Все эти опции пробрасываются и в Home Assistant в виде различных объектов, термостаты, переключатели, сенсоры и т.д. в зависимости от того, какого рода эта опция, можно ли ей управлять, либо только мониторить. Например, установки температур различных режимов включая калибровку, это объекты Number, которыми можно управлять как вручную, так и при помощи автоматизации. У себя я пользуюсь термоголовками Moe STV01, мне они нравятся, но у них есть недостаток. Они сами не обновляют значение измеренной температуры воздуха, для ее получения нужно какое-то действие, например передача значения корректировки. Я решил проверить как обстоит дело тут. В истории видно изменение состояния крана, включено, оно будет служить началом отсчета времени. После этого я вынес термоголовку на балкон, температура на головке 19,5 градусов Цельсия. Вот скрин через 12 минут, как видно в истории. Там же видно, что через 5 минут после того, как головка попала на балкон, включился сенсор окна, так как температура резко упала. И значение температуры 15 градусов без каких-либо внешних воздействий, тут описанного недостатка нет. В истории можно увидеть график, отображающий текущую целевую температуру, а также то время когда головка находится в режиме нагрева. Если целевая температура ниже текущей, то кран выключается, терморегулятор перекрывается, сенсор позиции штока отображает открытие в 0%. А вот так выглядит сервис, который устанавливает значение локальной калибровки. Тут также можно использовать шаблонное значение, например, разницу между показаниями комнатного датчика и тем, что измерила сама термоголовка. Перейдем к еще одному способу интеграции при помощи SLS шлюза. Это автономный ZigBee координатор, который может работать с устройствами как самостоятельно при помощи скриптов, так и совместно с Home Assistant через MQTT Broker. Актуальная официальная прошивка на дату обзора от 4 ноября 2022 года. Устройство поддерживается штатно, никаких проблем не возникло. В качестве изображения тут выбрали модель в черном цвете. После сопряжения термоголовка отображается в списке устройств. В моем случае тут больше ничего нет, так как шлюз я использую только для тестов. Но в практическом применении можно настроить локальное взаимодействие между подключенными гаджетами, которое не будет зависеть от внешней системы управления умным домом. Судя по номеру конвертера 74, в поддержку устройство добавлено довольно давно. Еще раз напомню, что термоголовка является конечным устройством. Перечень всех опций занимает два экрана, я проговорил их все и в части касающейся Tuya Smart и только что повторил при разборе ZigBit MQTT. Третий раз перечислять их не буду, скажу только что все что нужно для работы тут есть. Установку нужных значений можно делать и через веб интерфейсы при помощи скриптов. Что касается Home Assistant, то тут картинка несколько другая чем ZigBit MQTT, термостат залетает корректно все остальные опции в виде сенсоров. То есть без возможности прямого управления через интерфейс или стандартные сервисы включить-выключить. Тем не менее управлять всеми необходимыми объектами можно. Для этого нужно отправлять значения непосредственно в MQTT топик устройства, в данном примере отправка калибровки на 2 градуса. Этот сервис также может использовать и шаблоны. Вот результат работы этого сервиса. В топике устройства создаются параметры с выбранным названием и значением. Это значение применяется и затем передается и отображается в статусе устройства. Немного сложнее, но только поначалу. Все необходимые действия можно прописать или в автоматизациях или в объектах шаблонов. В целом впечатления от героя обзора у меня положительные. Интересный дизайн, хотя TV01 мне нравится больше, но это субъективная оценка. Контрастный, легко читаемый экран, это тоже немаловажно. Неплохой набор функций, при этом он не перегружен лишними опциями. Поддержка всеми проверенными мной способами интеграции в Home Assistant, хотя не везде в полном объеме. Корректная отправка значений температуры термоголовкой без необходимости принудительного обновления. Явных минусов назвать не могу, единственно сомнительная на первый взгляд конструкция крышки отсека для батареек, но тут все ответы может дать только длительная эксплуатация. Так что в общем и целом рекомендовать к покупке могу. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Все ссылки на термоголовки, обзоры по схожей теме, мой телеграмм канал и группу обсуждений вы найдете в описании. Если вам нравится то что я делаю, можете стать спонсором канала или поддержать развитие проекта другим удобным для вас способом. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok